Снег ярославцев радует только за окном, а вот если ехать на работу, то немедленно окажешься в плену у осадков. В первый же рабочий понедельник Ярославль по традиции встал в многокилометровых пробках. Отвратительно. Ни одной машины с утра ехал на работу, вообще ни одной. Ни трактора, ни машины. Тьфу, плохо все. За каникулы вообще не видел ни одной машины. Так вот езжу постоянно. Ну не устраивает. Ну в принципе я терплю, я с севера, полярник. Полярниками сегодня утром себя почувствовали большинство работающих горожан. При том, что по официальной информации, сегодня ночью снег с основных трасс чистила 71 машина. Вот только следов их работы найти удавалось с трудом. А сегодня днем, по информации городских властей, улицы и тротуары чистили как минимум по четыре единицы техники в каждом районе города. Правда, их работой не были удовлетворены ни автолюбители, ни пешеходы. К полудню подрядчики вычистили от снега самый центр города. Однако в остальных районах безопасно ездить можно только по главным улицам. Второстепенные в последний раз убирались, по всей видимости, в прошлом году. В мэрии по сложившейся традиции успокаивают жители, мол, ситуация с чисткой снега в городе совершенно не критичная. Генподрядчик, компания «Трасса», с которой мэрия заключила договор по уборке города на ближайшие полгода, ситуация справляется. За эти 11 дней уже вывезли около 5000 кубических метров снега на снежные свалки с центральных частей города, значит, с остановочных площадок. Улицы первой категории, на наш взгляд, содержатся достаточно хорошо, у нас по ним очень мало претензий. Значит, по улицам второй и третьей категории, конечно, у заказчика достаточно много претензий. По десяткам таких улиц уже были составлены предписания, которые подрядчику необходимо исполнить. Между тем, снежная масса накроет город как минимум до середины этой недели. В разных районах области сегодня также боролись с последствиями обильного снегопада. За ситуацией следила моя коллега Светлана Доброхотова. Света, где ты сейчас находишься и какова ситуация с уборкой снега там? Да, Андрей, здравствуй. Я сейчас нахожусь на дороге первой очереди обхода города Ярославля, рядом с ездом Брагина и улицей Громова. Казалось бы, вот он контраст. Чистота дорог в городе оставляет желать лучшего. А дороги Ярославского района довольно-таки чистые. Снежной каши на них нет. Убирали их сегодня 127 единиц техники. Юрий Царев на снегоуборочной машине работает уже 14 лет. После реорганизации дорожных служб Ярославской области в Объединенный ГУП Ярддормост, говорит, работы изрядно прибавилось. На одной машине КДМ работает 4 механизатора. Трудились и в новогодние праздники. Каждый день, каждую ночь. А что делаем? Убираем, поливаем. Тяжело? Ну как, легкого не бывает, наверное. Ну сейчас уже основной снег почти нет. Ее удобно с жижем согнать. В дни снегопада на дороге областной собственности выходило порядка 200 единиц техники Объединенного ГУПа. Гридера, погрузчики, КДМки, трактора и сотни рабочих, очищающие тротуары и остановочные комплексы. От снега на областных трассах избавились. Сейчас идет обработка дорожного покрытия пескосоляной смесью и рассолами. В целом считаю, что справляемся на оценку хорошо, хотя, конечно, замечание есть. Молиспетические службы оперативно реагируют на все жалобы, поступающие от жителей, от администрации районов. И стараемся быстро-быстро исправлять эту ситуацию, которая возникает в том или ином муниципальном районе. На сегодняшний день ГУП «Ярдор-Мост» выиграла аукцион на двухлетнее содержание более 6 тысяч километров областных дорог на сумму порядка 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Сейчас предприятие имеет 11 филиалов в области и 9 субподрядных организаций, а это 650 единиц техники для содержания и строительства дорожной сети. На вопрос, готов ли реорганизованный ГУП выйти на помощь городским дорожникам, отвечают. Если нам какое-то время подготовиться, то я думаю, что мы какую-то часть областных, точнее, городских дорог сможем, наверное, взять на себе на обслуживание. Но для этого нужно провести, соответственно, подготовку, прикупить технику, набрать рабочие, ну, мероприятие нужно провести сразу, так сложно, наверное, отреагировать. Пока решается вопрос, кто и как будет убирать дороги в городе, ярославских автомобилистов снова ожидают обильные снегопады. Справится ли техника со снежными завалами в этот раз, увидим уже завтра. Светлана Доброхотова, Андрей Децель, Денис Ромашов. День в событиях.